ребят всем привет короче последний урожай моих помидоров как вы видели вот все кусты уже такие засохшие но на многих висят еще плоды и висят они уже долго наверное неделя или две и не желтеют и не краснеют а в таком скажем так зависшем состоянии так и находится в общем я уже давно собирался все это вырвать но думал помидорки поспеют если будут на кусте быстрее оказалось ничего они не спеют ну думаю тогда сорву не знаю положу куда-нибудь конечно потом их на солнечную сторону может да и до спеют да вот это у меня куст это были желтые помидоры это куст красный видите тут какие-то маленькие есть они уже по засыхали так вот сколько тут около 10 разу 3 4 5 6 7 8 9 10 15 так вот это еще есть маленький помидорчик так ну вроде бы все больше ничего нету до сажал я вот помидоры и в такой серии видите для комнатного выращивания тут по моему еще остались имена но я не знаю как они еще будут годные лежали они у меня тут на подоконнике можно сказать на такой солнечной стороне так вот это уже высохший помидор но толку не будет так в общем убираем это дело знаете сколько листвы приготовил я ящичек завтра все равно надо будут по пылесосить подвести о ого пытаюсь вырвать а тут корни видать глубоко так давайте вытянем вот это еще давайте сначала вот суету листву опавшего уберу эти какой-то зеленый сорняк растет смотрите еще палочки для суши я и мы тут спушивал землю отложим в сторону да делаю я это в конец ноября начало декабря а посадила их еще в мае короче полгода был обеспечен своей продукции скажем так нашу на балконе еще курочек можно завести то вообще можно с хата не выходить питаться полностью на своем обеспечении так и то есть гляньте как видите да подымается практически все так надо две руки использовать сейчас возьму подставочку так ну надеюсь вам видно земля еще пути декабря но еще не промерзла видите какая корневая система тут образовалась трусили приходим к следующему тут кусты поменьше я думаю ух так и вымазываться сильно неохота с вами понимаете ну тут вообще чуть-чуть маленький кустик листья наверно могла не все убирать а так под землю положить перегнили бы было бы все нормально так все убираем ладно перекапываем 5 какая плиточка буду использовать как лопатку кстати вот эта земля тоже покупал ее по моему 5 килограмм пакетов сказал бы мне кто-то лет 10 назад что я буду землю покупать еще и где живя в украине где у нас черноземов 25 процентов от мировых запасов тут это как говорится палку в землю стекли эти бананы срывать можно будет так ну все вот такая вот у нас почва получилась значит смотрите что будем садить недавно я ел всякие экзотические растения вот оставил семена правда не знаю как их правильно сажать наверное половину там обычно знаете подрезают потом ложат стакан с водой там они пускают корни не такое а я даже не знаю что из них что так с этого края посажу вот таких три больших семени почему я сажу рядом по любому из них там два уже умерло все три точно не зайдут поэтому если одно из трех зайдет будет хорошо потом вот такие вот какие-то раза три четыре пять пять шесть семь восемь сюда их полоты куя или анти куча вот такой вот мелочи осталось здесь где-то их покидаю наверно чтоб 20 в общем количестве получилось и в последней части посажу еще вот этих желтых помидоров честно говоря вообще что-то из этого зайдет посмотрите не тут пакетики сколько 6 семян ну сейчас возьму бутылку залью все это водой полтора литра так набрал воды поливаем напоминаю сейчас сначала декабря конец ноября конечно для вот этих тропических растений солнца тут будет явно маловато да и для помидоров наверное маловато не знаю что то может получиться а может и нет держать эти семена там не знает до теплых времен смысла нет а так может что-то да и вырастет это если я увижу что там помидоры два или три кустика растут а тут ничего нету тогда пересаживаю равномерно эти кусты все подписывайтесь на канал следите за моим огородом на подоконнике всем пока